Нитянанда, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhaktavrinda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhaktavrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaurabhaktavrinda, 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 Обусловленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому Кришна по своей беспричинной милости дал людям веды и дополняющие их пураны. Кришна по своей беспричинной милости. Кришна, не сознавая своего истинного положения, считает себя порождением материальной энергии. В Шимадбхагаватам 1.7.5 говорится Под влиянием внешней энергии живое существо, хотя оно трансцендентно к трём гунам материальной природы, считает себя порождением материи. И из-за этого вынуждено терпеть материальные страдания. Это описание того, как Майя действует на обусловленную душу. Считая себя порождением материальной энергии, обусловленная душа начинает всячески служить ей. Она становится слугой вожделения, гнева, жадности и зависти. Так обусловленная душа постоянно служит иллюзорной энергии. Позже введённая в заблуждение душа становится слугой умозрительных рассуждений. Но в любом случае она просто окутана иллюзорной энергией. По своей беспричинной милости и из сострадания Кришна, воплотившись в облике, в образе Вьесадевы, составил различные ведические писания. Вьесадева – это Шактия Вейша Аватара Господа Кришны. Он милостиво дал людям эти книги, чтобы привести обусловленные души в чувства. К несчастью, в настоящее время обусловленными душами руководят демоны, которые не желают читать ведические писания. Вместо того, чтобы обратиться к несметным сокровищам знания, ведам, люди посвящают своё время чтению бесполезных книг, в которых ничего не сказано о том, как вырваться из тисков Майи. Предназначения ведических писаний объясняются в следующих стихах. Ом Агьяна Тимиранда Сьягьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамья Натасмай Шри Гуравей Намаха Продолжаем читать беседу Господа Читани с Санатаной Госвами. И в сегодняшнем стихе Господь Читания отвечает дальше на вопрос, точнее над ожидаемой темой. То есть до этого мы услышали о том, что живое существо, являясь пограничной энергией, сейчас находится в материальном мире, и само оно должно прийти в свое вечное состояние. Находясь в материальной энергии, оно страдает, и страдает в первую очередь из-за того, что отождествляя себя с материей, наблюдая за тем, что происходит с телом, и тело меняется, оно начинает страдать и испытывать страх. Бхаям Двития Винише Тах Сьят Господь Читания Маправу процитировал уже стих из 11-й песни Шиман Бхагава, там, где он описывает вот это положение. Живое существо испытывает страх, находясь в материальной энергии, наблюдая за тем, как тело меняется, и поэтому, не желая, чтобы тело менялось, оно все равно меняется, и поэтому живое существо растеряное, не знает, что делать, поэтому испытывает страх, не зная, что и дальше ожидать. Более того, в таком положении, находясь, находясь под обусловленным влиянием энергии, материальной энергии Верховного Господа, оно забывает, перестает считать себя слугой Господа, и випария ее смритей. Смритей, память меняется на обратное. Вместо того, чтобы считать себя слугой Господа, он начинает считать его соперником, соперником Господа. В обратную сторону начинает действовать. Не служить, а соревноваться, себе пытаться что-то оттяпать. Поэтому Господь Читания Маправу этим стихом дал рекомендацию, что для того, чтобы исправить такое положение, необходимо вылечиться из этой болезни, от этой болезни, и метод является поклонение Верховной Личностью Господа, который является и гуру, духовным учителем для живого существа, дает правильные и ценные советы, и божеству, который единственным, кому необходимо и лучше всего поклоняться, и источнику жизни, то есть параматме, нахождение которого приводит все в движение, и благодаря присутствию которому все приобретает смысл. Так, благодаря тому, что человек идет путем преданного служения, человек может очиститься. И далее Господь Читания упомянул, что живое существо может обрести сознание Кришна по милости святых, вот этот самый метод, который является лекарством от Випария Смартиги, является преданное служение. Так вот, где же его взять? Господь Читания отметил, что это можно взять по милости святых, по милости чистых преданных, которые проповедуют наставления Бога Открылых Писаний и помогают обусловленным душам обрести сознание Кришны. То есть они проповедуют, и здесь Господь Читания говорит саду шастра, Крипая, Яди Кришна Муккага. Саду проповедуют на основе шастры. Это свойство саду. Сегодня тоже будем говорить о том, кто такие садху. И их цель – помочь обусловленным душам, обрести сознание Кришны. Вчера мы обсуждали этот момент, указывая, что по-настоящему помочь обусловленным душам может только Кришна, его наставление. И садху не пытаются умничать, не пытаются выделываться, считать себя умнее Кришны. Они просто повторяют готовый рецепт, который является самым совершенным. Поэтому они проповедуют, опираясь на шастру. Вчера мы также об этом поговорили. И Господь Читания процитировал стих, что «Очень трудно преодолеть мою божественную энергию». Он процитировал этот стих, сказал, что «Очень тяжело ее преодолеть, материальную энергию, и необходимо предаться, и тогда только можно выйти из-под ее власти». Смысл этого стиха. И вот сейчас он добавляет, «Обусловленная душа не может возвратить в себе сознание Кришны собственными усилиями». То есть перед этим он процитировал «Дай Вихеши Гуна Ма 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 Дуратия» «Очень тяжело преодолеть своими собственными усилиями». Он подтверждает то же самое. «Тяжело преодолеть влияние иллюзорной энергии, и уж тем более тяжелее обрести сознание Кришны». Потому что это не означает, что как только ты избавился от влияния Маи, «Дай Вихеши Гуна Ма 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 Дуратия», да, оно проявляется в трех гунах материальной природы. «Пракритея Крия Ма Анани гуна их кармани сарва шага». «Гуна их кармани». Она действует, вся деятельность выполняется посредством трех гун материальной природы. Это «Пракритея», материальная энергия действует через три гуна материальной природы. Поэтому как только человек освобождается от влияния трех гун материальной природы, он избавляется от влияния материальной энергии. На него она больше не действует. Ни одна гуна не может потянуть. Гун означает «веревка». Человек находится живой, что как вот этот вот паяц, кукла, за которой дергаются веревки. И если веревки никакие не связаны, соответственно, он не подчиняется влиянию Маи. Так вот, просто освободившись от влияния трех гун материальной природы еще недостаточно для того, чтобы обрести сознание Кришны. Потому что это что-то еще дополнительное. Обычно принято считать среди трансцентилистов о освобождении. Чаще всего они подразумевают персональное освобождение. Но это вовсе не означает, что человек раз и навсегда достигает высшего совершенства. И не рабинда кшевимукта маанинас Твоя стабхават авишут габуддхайга Арухья кричхрина парам падам татага Патантят го надрита юшман анграяга Господь Брахма описывает положение вот этих трансцентилистов, которые по-настоящему достигают освобождения. Парам падам. Они достигают высшей обители трансцендентного существования. Но они это делают с большими усилиями. Кричхрина, значит, проходя через всевозможные трудности, аскезы, эпитемии, ограничивая себя во многом. Кричхрина очень-очень тяжелым трудом и очень болезненным. Но патантии, они снова падают. Они не удерживаются в этом парам падам, который по своей природе вечен. Мы можем подумать, подождите, он освободился от влияния в трюгун материальной природы, избавился от этой оболочки материальной энергии, грубого и тонкого тела. Дух воссоединился с Духом. Вечный Дух воссоединился с Вечным Абрамаджьоти. В чем проблема? Почему это он вдруг падает? Так вот, патантии, он падает. Почему? Адхо надрита юшман анграя, потому что он не принимает прибежища лотосносток Господа. И поскольку живое, Шилпад объясняет, поскольку живое общество деятельно по своей природе, оно, являясь неотъемлемой частичкой Господа, обладает тем же свойствами думать, чувствовать и желать. Вот эти свойства души вынуждают его, если оно не приняло прибежища лотосносток Господа, адхо надрита юшман анграя не приняло прибежища лотосносток Господа, тогда его тянет с кем-то взаимодействовать, с кем-то строить отношения, иметь какие-то личностные отношения, как сейчас любят говорить, нужно личностные отношения построить. И вот это живое общество в освобожденном состоянии, находясь, решает, ну, с кем тут отношения строить. Оно не хочет с Кришной, все тут однородное в Рамане, ни с кем не построишь отношения, приходится возвращаться снова на материальный уровень. А что говорить о том, чтобы развить сознание Кришны собственными усилиями? Кричхарина очень-очень тяжело своими усилиями достичь вот такого имперсонального освобождения. И в Брама-Самхите тот же самый Господь Брама, который произнес вот этот стих, Яния Равиндахшева и Муктамани нас, который мы только что процитировали. В Брама-Самхите он говорит, что можно путешествовать со скоростью ума многие-многие тысячи и миллионы, сотни и тысячи лет, но при этом так и не приблизиться к стопам Верховной Личности Господа. Вот своими усилиями путешествия, пытаясь приблизиться, но не приблизишься. Таким образом, Господь Читания подтверждает ту же самую мысль, что это еще тяжелее. Обуславленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Нахи, сватах, Кришна-гьяна. Знание о Кришне, Нахи, оно не сможет сделать сватах своими собственными усилиями. Это просто не получится. Если кто-то там решает, ну, у каждого свой путь. Я просто буду слушать Бога, который у меня в сердце находится, или, ну, еще какие-то выдумки, которые сейчас распространены среди вот этих New Age хиппи и так далее, увлекающиеся так называемой духовностью, то можно считать, что им просто... Они обмануты. Они находятся в иллюзии в мае. Своими усилиями, что они там сами не придумают, как метод духовной трансцендентной реализации, это просто будет глупость. Это будет самообман, и тем более обман других. Своими усилиями придумать какой-то способ живой, что не получится. Принципы дхармы, имеется в виду санатана дхармы, устанавливаются только верховной личностью Господа. И ради этого, ради того, чтобы поддерживалась эта дхарма, Господь является в материальном мире. Мы часто цитируем этот стих. Когда бы и где бы вечная религия живого существа не приходила в упадок, именно об этом говорится. Не о какой-то там материальной дхарме. Не дхарме кшатриев, не дхарме абрамов, ваишев. Не дхарме мужа, не дхарме жены. Не про такую дхарму, когда она приходит в упадок. Так ради этого Господь не является. Когда санатана дхарма, сад дхарма, вечная религия живого существа, преданное служение Господу. Когда преданное служение приходит в упадок, Господь является. Когда живые существа начинают лишаться возможности встать на путь чистого трансцендентного знания, которое приводит их к лотосным стопам Господа. Тогда является Господь. Для него этот дхарма самое важное. Это вечное состояние живого существа. дживара сварупагай кришнэра нитя дас. Это вечное состояние, вечное свойство дхармы переводится не только как религия, как предписанный свод законов. Значение слова дхармы переводится неотъемлемое состояние, неотъемлемое свойство. Как мы многократно уже приводили примеры. Неотъемлемое свойство сахара быть сладким. Без сладкого вкуса сахар уже теряет свой смысл. Это уже даже и не сахар. Соль должна быть соленая. Перец чили должен быть острым. Вообще-то, а не таким вот полусладким. Типа острый перец, острый перец. Прямо вот берите, берите, покупайте. Но он вообще какой-то... Можно в прикуску здесь его есть. Что-то такое настоящий перец чили нужно вот в Индию приехать и попробовать. Вот там вы поймете, что такое острый перец. А это так, имитация лишь. Так вот, неотъемлемое свойство объекта или субъекта называется дхарма. И дхарма дживы быть вечным слугой Господа. Для того, чтобы восстановить утратившуюся, пришедшую в упадок такую дхарму, напомнить живым существам, что они должны служить Господу, Господь является. Так вот, вот эту дхарму, вот это самосостояние своего сознания Кришны, живое, что своими усилиями вообще в принципе не способны возродить. Настолько сильна энергия Майя, которую она покрыла. Поэтому все вот эти какие-то выдумки, желание создать какой-то свой собственный метод или подредактировать уже существующий является доказательством, что человек находится в иллюзии, в кромешной тьме иллюзии. Потому что своими усилиями Верховная Личность Господа, Господь Читань Маупру, заявляет, живое, что не может ничего сделать. Оно не может ни выдумать, ни чему-то там тем более следовать вот этой выдумке. Следовать-то, конечно, может, но результата будет ноль. А то, глядишь, и хуже будет становиться. Поэтому, зная, что живое, что в принципе не способно ничего создать собственными усилиями в этом направлении, Кришна по своей беспричине милости. Его никто не обязывал. Он ни перед кем не должен. Он просто великодушен и очень добр. И он хочет помочь. Он дал людям настоящий путь, который содержится в священных писаниях, в шастрах, в ведах и дополняющие им пураны. Вот это проявление милости Господа. То, что веды существуют в материальном мире, это доказательство того, что Господь милостив, что Он желает блага живым существам. И даже когда веды вдруг начинают утрачиваться, Он лично реагирует на это. Демоны Маду и Кайтапа украли веды у Господа Брамы. И Господь явился и убил этих демонов. С тех пор Он известен как Мадусудана, Кайтапа Шатана. Потом Господь спас веды, когда они чуть было не пропали во Вселенском потопе, как Мадсе. И так далее. Господь лично следит, чтобы вот это проявление Его милости всегда было доступно для живых существ. Шилопрупада отмечает, описывает, как Майя действует на обусловленную душу, в результате чего она не способна ничего придумать. Считая себя порождением материальной энергии, обусловленная душа начинает всячески служить ей, служить Майя. Она становится слугой вожделения, гнева, жадности и зависти. Так обусловленная душа постоянно служит иллюзорной энергии. Позже введенное в заблуждение душа становится слугой воззрительных рассуждений. То есть кто-то думает, я иду путем гьяны, и я уже не подвержен вожделению, гневу, жадности и зависти. Я уже, так сказать, возвышенный трансценденталист. Но поскольку он занимается именно умозрительными рассуждениями, а ум его осквернен, то любой продукт такого ума будет являться иллюзией. Поскольку ум осквернен иллюзией. То есть если ну это легко понять. Если что-то уже осквернено чем-то, то пропуская через это допустим какую-то субстанцию, она будет нести на себе такой же отпечаток. Допустим ткань осквернена каким-то неблагоприятным не знаю, вином допустим. И пропуская через нее воду, вода будет нести в себе вот этот вот привкус вина. Чистая вода. И вот эти умозрительные рассуждения являются опорождением Майя. И Шилопада говорит, что в любом случае такая живота даже если начинает рассуждать так вот умозрительно, она все равно окутана иллюзорной энергией. Именно поэтому вот этих так называемых гьянь называют Майя в Аде. Они не берут готовые знания, которые изложены в ведах и пытаются его понять, следуя процессу и не оскорбляя Господа. Потому что оскорбление Господа является уже додумыванием, что Господа прославляют ведах. И настоящие гьяни Брама Вади не отвергают эти описания, не пытаются вот эти описания Господа, не пытаются их интерпретировать на свой лад, проявляя свою зависть. И здесь Шалупада также указывает, как именно Господь дает, как Кришна дает, как Кришна двайпаяна. Шахти Веши Аватара записал веды для живых существ, особенно Кальюги. Раньше до этого они передавались устно, Шалупада многократно описывал, так как люди имели крепкую память и им достаточно было один раз услышать и они уже четко понимали, причем и запоминали хорошо и получали соответствующую глубокую реализацию вместе с этим, которая должна получиться, потому что они слушали такое знание от духовного учителя Таким образом они получали и гьяну и вигьяну от духовного учителя. Но в Кальюгу живут существа вздорные, ленивые, обеспокоенные, коротко живут. Манда, суманда, матаю, манда, бхаги, хю, падру, таха. Поэтому имея такой слабый интеллект и способность отвлекаться и забывать, Господь в форме в Ясадевы записал для них в Еды. И Шилурупада отмечает, что к несчастью сейчас люди, хоть им и дано в такой простой форме изучить трансцендентное послание из ведической литературы, но они сами люди сбиты с толку. И плюс еще есть демоны, которые осознанно выступают против Верховной Личности Господа. И простые люди, следуя за такими людьми, тоже отвлекаются от такой возможности. А вместо этого они тратят свое время на то, чтобы читать какие-то бесполезные книги, какую-то билетристику, какую-то исторические книги. Что их читать, вот я не понимаю. Допустим, что делали греки в пятом веке. Есть такое выражение. Ну, делали они что-то и делали. По сути, делали, коротко можно сказать. Ели, спали, совокуплялись на разный лад и сражались. Оборонялись, ну и сражались тоже. Про воины много там на уроках истории нам рассказывали. Вот вся суть, чем они занимались. Что там изучать, знать, кто там что делал, лазить по этим раскопкам. Столько времени, столько сил на это тратится. Понимаю, там найдешь какое-то золото, это хоть какую-то ценность имеет материальную. Но если ты там раскопал какой-то фундамент, какие-то битые горшки нашел, и это представляет исключительно научно-теоретический интерес, и не более того. Люди, тем не менее, читают разную литературу вот таких вот людей, которые полазили, покопали чего-то, что-то написали, сделали свои выводы. В чем я, кстати, много раз задумывался, а почему люди верят вот этим оставшимся рукописям, каким-то документам, ведь столько сейчас лживой информации, почему люди не могли тогда налгать, и почему историки опираются на вот эти сохранившиеся какие-то свитки, клинописи и так далее. Живое существо, если оно обусловлено, оно всегда обладает во все времена вот этими четырьмя недостатками. Тем более, если это живое существо в тех культурах, где была уже утрачена ведическая культура, принципы дхармы, принципы дхармы, четыре столпа религии, это аскетизм, милосердие, чистота и правдивость, и правдивость тоже сейчас утрачивается, то есть вы решили, что то, что они там записали, является истиной. Может, они наврали, может, это подлог был какой-то, а вы берете это за чистую монету и составляете свое представление об истории. То есть это вообще непонятно, может быть, правда, а может быть, и вовсе неправда, но вы так уверены, получаете за это какие-то ученые степени, пишете книги, избиваете с толку людей, которые читают все вот это, что там делал Петр I, Екатерина, так далее, почему произошла Октябрьская революция, так далее, ну какая уже разница-то, вот, почему бы вам не подумать о том, что вот сейчас вы делаете, как вас это лично касается, почему она произошла, эта революция, подумайте о том, почему вы должны рождаться, болеть, стареть и умирать, вы лично должны. Произошла бы она в 17-м или в 15-м году, вам все равно приходится бы рождаться, болеть, стареть и умирать, это вообще никак не повлияет, это знание об этом, просто напрасно прочитали вот эти книги, или даже много книг. Это просто бесполезно. Вот это, ну, разве что, знаете, раз уж мы получили такое знание, и в нашей проповеди глупцам, для которых это ценно, мы можем привести пример из этой истории, чтобы указать, что это было бесполезно. Вот и все применение это знание. Но специально изучать, получать ученые степени, чтобы накопить побольше каких-то деталей и фактов, ну, и так понятно. Вот я буквально за 5-7 минут сказал всю суть, что там делали эти греки и прочее. И больше не интересно. Люди тратят годы, чтобы все это изучать. Пишут книги, какие-то диссертации, другие читают все это. Читатель подписывает, писатель подписывает, читатель почитывает. Вот и все занятие. Так вот, вместо того, чтобы обратиться к несметным сокровищам настоящего истинного знания, к ведам, люди почему-то обращают свое внимание на вот это, на историю, на какие-то приключения, любовные романы, о, как это расправляют умы, умы бедных женщин. Они читают такие книги, начинают верить, утверждаются в сознание, что любовь в материальном мире все-таки есть. Я просто не того нашла. мне нужно найти своего, свою половинку. И, так сказать, они начинают верить, они сопереживают, тратят свою эмоциональную энергию, воспаляют себе вот эти надежды, придирчиво относятся к бедному мужику, с которым живут, что он должен быть более романтичным, оказывается. Вот прямо как вот по книгам написано. Вот он дарил ей цветы и стоял у нее перед ней на колене, а он не делает так. Живой, что отвлекается от истинного предназначения в своей жизни. Оно укореняется благодаря такой мусорной литературе, которую Нарадамоне назвал местом паломничества ворон. То есть попросту помойкой. Вороны слетаются именно на помойку, на отбросы. Они особенно любят, когда что-то гниет, какой-то труп там, знаете, вот какой-то, воняет откровенно. Вот они любят особенно туда слететься. И вот Нарадамоне, уж в его-то авторитете, мы можем не сомневаться, он назвал такие книги, такое чтиво, помойкой. Местом привлечения ворон. Люди, к сожалению, привлекаются вот к таким помоечным повествованиям. Вместо того, чтобы привлечься к чистому посланию, которое радует сердцу, углажает ум, очищает сознание. Вот просто читаешь чуть-чуть, и уже просто даже сам можешь почувствовать, как тебе стало легче, приятнее, ты задумался о чем-то серьезном. А если ты это делаешь на регулярной основе, то жизнь по-настоящему меняется. Как она меняется? Искренне преданное, которые серьезно относятся к тому, чтобы слушать повествование о Господе, вызывают у Господа великодушный отклик на такую искренность. Господь, находящийся в сердце такого искреннего преданного, очищает его сердце от всей грязи, от всех ложных представлений, от всех анард, от всех страхов, от всех сомнений. Преданный очищается от этого мусора, ему становится легче жить. Он не читает каких-то там умников, психологов, историков и так далее. Он ничего это не читает, это бесполезное время. Сейчас, кстати, чтение уже на задний план отходит. Сейчас в моде смотреть фильмы, сериалы. То есть это тоже, как сказать, некое получение информации, просто глазами, смотря на картинки. До этого они хоть читать умели, сейчас все меньше и меньше читают. На сути остается то же самое. Люди погружены в какие-то временные, бесполезные, практической пользы, ненесущие знания. И как результат они не могут вырваться из тисков майя. Потому что в этих книгах, в этих фильмах и так далее ничего об этом не говорится. Этот вопрос даже не поднимается. Об этом люди даже не думают на столько в таком невежестве они находятся. Какой там придумать способ достичь взаимоотношений с Кришной. Они даже не задумываются в этом направлении. Настолько туго, плотно они сидят в мае. Вот просто как сказать в ячейку попали и все, застряли там. Нет возможности даже задуматься о таких вещах. Сильно погружены в материальные иллюзии. Настолько она крепкая. Следующий стих. Забывчиво обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний осознавшего себя духовного учителя и сверхдуши. Благодаря этому она может понять природу верховной личности Бога и осознать, что Господь Кришна ее вечный господин, освобождающий ее из плена мая. Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения. Швапада комментирует. Забывшая о своем истинном положении, обусловленная душа может получить помощь от шастер, гуру и сверхдуши в сердце. Кришна пребывает в сердце каждого в образе сверхдуши. В Агладгите 18.61 сказано Верховный Господь пребывает в сердце каждого у Арджуна и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной из материальной энергии. В образе своей Шактивеши Аватары Весадевы Кришна учит всех обусловленных душ через ведические писания. Внешне Кришна проявляется как духовный учитель, который воспитывает в обусловленной душе сознание Кришны. Когда в душе возрождается ее изначальное сознание Кришны, она освобождается из плена материи. Так, Верховный Господь постоянно помогает обусловленной душе тремя способами через священное писание, через духовного учителя и как сверхдуша в сердце. Господь освободитель обусловленной души и Верховный повелитель всех живых существ. Кришна говорит в Бхагу Адгите 18.66 Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Это же наставление можно найти повсюду в ведических писаниях. Саду, Шастра и Гуру действуют как представители Кришны. И движение сознания Кришны существует в самых разных уголках Вселенной. Движение сознания Кришны существует в самых разных уголках Вселенной, говорит Швупада. Любой, кто пользуется предоставляемый этим движением благоприятной возможностью получает освобождение. Далее Господь Читания объясняет, что раз уж живое существо своими усилиями не может и оно может только получить это знание через веды, то Господь Читания далее продолжает, что проявление дальнейшей милости Господа Кришны по отношению к обусловленному живому счету проявляется вот через эти священные писания, через веды, также через гуру и атмарупа. Атмарупа это означает сверхдуша находящая в сердце, действующая как чай те гуру, дающая наставление. Но Господь действует как дающая наставление. Конечно же живой, что слышит его, как Жилапапад описывает в своей лекции, которую он давал в 66-м году в Нью-Йорке по всей вот этим группе этих стихов. Он описывает, что живой, что слышит голос, аромат мое сердце как совесть, как такое сознание того, что правильно, что неправильно, что-то такой внутренний голос, так называемый. Но зачастую живое существо может ошибиться, потому что там же в сердце находится еще и ум. И иногда оно просто слышит свой ум, и ему кажется, что это говорит внутренний голос, который типа Бог. На самом деле это вовсе не это. По-настоящему человек начинает слышать голос из сердца Господа параматны, когда он квалифицирован для этого. И Кришна объясняет, что он действует в такой роли по отношению к своим преданным, которые доказывают свою квалификацию тем, что они занимаются преданным служением с любовью и делают это постоянно. Какой стих вспоминается в этой связи? Из Чатуршлоки Пакавадгиты. Тэшам сататаюктанам бхаджатам притипурвакам дадами буддхи йогам там йенамам упаян тите тем, кто постоянно с любовью занимаются преданным служением мне, говорит Кришна, я даю разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. Младшил Пакава в комментарии говорит, что иногда, даже если у преданного в силу обстоятельств, он не может обратиться к гуру. Предположим, вышло так, что гуру обычно старше же по возрасту, и он уже покинул этот материальный мир. И получается преданному не у кого что-то спросить, но тем не менее Шалпада заверяет в комментариях к тому стиху 10-10 Багуадгиты, что преданный никогда не останется без знания, поскольку Господь из сердца будет его направлять опять-таки на том условии, что преданный доказывает свою квалификацию. Тишам сатата юг танам сатата значит постоянно занимается преданным служением, постоянно ежедневно и в течение дня всегда находится сознание Кришны и действует баджатам поклоняется Господа прити пурвакам с любовью с любовью с любовью на нашем уровне означает выполнять все правила и предписания Шилгрупады так подчеркиваю важность следования правил предписания указывает что вот это следование является внешним доказательством того, что преданный любит Бога любит Кришну потому что вовсе не наличие какое-то сентиментального чувства которое можно легко имитировать или надумать себе что-то а именно объективная способность поставить интересы Кришны что он ожидает от нас на первое место исследовать вот это практические доказательства того, что человек живое что действует во имя объекта любви таким образом так действует сверхдуша Господь учит своего преданного живое существо из сердца как сверхдуша и действует как духовный учитель сакшат даритвина самаста шастра уктас татха баята и васадли все священные писания говорит Вишна Чакару Артитакур в Гурваш таки учат тому что духовный учитель является неотличным от Кришны неотличным в том смысле что он точно так же передает то же самое знание передает то же самое знание и действует действуя на духовной платформе помогает живому существу подняться на уровень сарва дарма притя джи мамы кам шара навраджа он учит именно этому же он повторяет слова господа он ничего не выдумывает в этом смысле он заслуживает такого же уважения как и сам верховный господь это прямое наставление господа в одиннадцатой песне шаминбхагавата ачарья мам забыл стих где господь указывает что выражать почтение ачарья нужно точно такой же как ему самому и вот это как квалификация истинного духовного учителя учителя и его истинность состоит в том что он по-настоящему представляет кришну что говорит кришна то и говорит гуру ничего не выдумывает от себя именно благодаря этим источником ведом священным писанием духовным учителем сверх души живое существо может понять природной верховной личностью господа оно может получить истинное положительное знание и не просто теоретически узнать ну да кришна ну да он бог ну да его неотъемлемая частичка но и по-настоящему осознать очень важные вдохновляющие истины что кришна является ее вечным господином который действует очень великодушно по отношению к своему неотъемлемой частичке находящейся сейчас в материальном мире он именно он спасает ее из плена мая он хочет ее спасти вот об этом можно узнать из этих трех источников так можно обрести истинное знание своим обусловленным состоянием и о том как достичь освобождения Шаваппадо в конце указывает саду шастра и гуру действуют как представители кришны и шастра представляет кришну садху истинный садху представляет кришну и гуру как мы уже сказали выше представляет кришну и говорит движение сознания кришны он существует в самых разных уголках вселенной любой кто пользуется предоставленным этим движением благоприятной возможностью получает освобождение тем самым Шаваппада указывает что движение сознания кришны по крайней мере то движение сознания кришны о котором он говорит оно по-настоящему представляет желание мнение и интересы кришны то есть Шаваппада создал движение сознания кришны именно в таком настроении чтобы оно представляло чистое послание ничего не выдумывало и благодаря тому что это чистое послание передается обусловленным живым существом они могут обрести освобождение каждый может получить такую возможность вот такова по крайней мере такова была задумка у основателя ачарии здесь вот мы разобрали что такое шастра это веды и пураны поговорили чуть-чуть о гуру и также следует прояснить кто такие садху это зачастую люди не не совсем понимают что это за личности садху для них кажется садху может это предные которые давно в сознании кришны вот и он так сказать в нашем храме является таким номинальным садху или вообще кто такой садху ну были какие-то садху в Индии но у нас теперь свои садху человек долго известен как преданный и он стал садху давайте послушаем Шилрупаду в лекции которую он давал 18 октября 68 года в Сиэтле Шилрупаду говорит здесь в Бхагавадгите Кришна Верховная Личность Бога объясняет о себе самом вы можете сказать как я могу поверить что это сказал Кришна это кто-то написал от имени Кришны Кришна сказал или Бог сказал нет это называется ученическая преемственность вы видите в этой книге Бхагавадгите что сказал Кришна и как это понял Арджуна это все здесь описано асадху святые личности начиная от висадевы нарды и многие ачарьи после них рамануджачаря мать уже невозможно что-то сегодня слишком уж интенсивно уже не знаю четвертый день если не больше так вот садху святые личности начинают висадевы нарды и многие ачарьи после них рамануджачаря мать ваачаря вишну с вами и в конечном итоге господь Читания они приняли да это сказал Кришна так что вот это и есть доказательство если это приняли святые личности они не отвергли они приняли это приняли авторитетные личности да их называют саду шилупупады дают понять что когда речь идет о садху в его книгах то это имеется ввиду личности висадевы нарды и так же велики вот эти ачаря вот про них имеется ввиду а не какие-то местечкового пашиба садха в общем не о них говорится и существует очень много высказываний где шилупада то же самое говорит что саду имеется ввиду великие ачаря и каково же свойство садху что означает что для чего он нужен как он действует по отношению к условному живому существу что живое что по-настоящему может получить благо важным свойством важным свойством садху является что вместе с тем как он дает духовное знание он еще следит за тем чтобы живое что избавлялось от материального знания от материальных концепций шилупада в лекции по бхагавадгите 6 6 глава стихи с 4 по 12 который он давал 4 сентября 66 года в Нью-Йорке 66 год самый самый первый год его активной проповеди никаких около всяческих вводных издалека тем давайте послушаем как шилупада проповедует вот этим хиппи которые часто были обкурены еще пока держали за свои материальные привязанности давайте послушаем ачарю он говорит им прямо необходимо воспитывать ум вот этим людям а как воспитывать воспитывается ум благодаря хорошему общению наш ум воспитывается в хорошем общении общение сангатсанджайте камага кама значит желание желание это свойство ума сангатсанджайте камага мой ум желает в соответствии с общением таким образом мы обязаны формировать для себя хорошее общение если хотим сделать свой ум своим другом если я хочу сделать свой ум своим другом то я обязан общаться с садху тасматсатсу саджьета будхиман будхиман значит разумный человек он обязан начаться с отцу с отцу значит те кто стремятся к самореализации их называют сад сад и асад асад это те кто стремятся к временному а досмат сад саджи это будь иман любой разумный человек должен общаться с тем кто старается возвыситься до уровня самореализации это называется сад санга хорошее общение и каков же результат хорошего общения если получили хорошее общение то санта х чин данти санта х это садху благочестивая личность своими словами они способны отрубить наши привязанности к материальному миру они способны отрубить то есть шлопады допускают что есть и другие помимо мадва чари рвану джачари садху но садху это тот кто следуя действуя в сад 10 стремится к самореализации он способен отрубить наши привязанности от материального он не пытается их культивировать вот не то что он переоделся в кармическую одежду представляется такой-то 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 вещь и рассказывает о том как вот застрять здесь материальном мире как культирует такую счастливую жизнь другую счастливую жизнь и так далее вот рассказываю какие-то мирские или такие моральные банальности которые любой с хорошо подвешенным языком человек может тоже самое сказать как например кришна продолжает шарупада говорил сарджуны в чем смысл произносить так много слов просто чтобы отрубить его привязанность от так называемой материальной любви он находился под влиянием того что тормозит его прогресс в исполнении своего долга кришна рассказывает бхагавад-гиту просто для того чтобы отрубить говорит швак-вапада санта эвахи чинданти уктибиги уктибиги чинданти значит резать для того чтобы что-то разрезать необходим острый инструмент здесь для того чтобы отрезать ум от привязанности требуется острые укти укти значит слова острые темы как например если кто-то что-то режет то не идет речь о жалости подобным же образом когда садху или святая личность говорит со своим учеником он не проявляет жалости он говорит истину чтобы можно было отрезать ум человека от привязанности к несуществующему вот так вот шелпада объясняет кто такой садху и в этом стихе он говорит садху шастра и гуру действуют как представители кришны и движение сознания кришны существует самых разных уголках вселенной любой кто поле пользуется предоставленной этим движением благоприятной возможностью получает освобождение таким образом шелпада обозначил что в движении сознания кришны должны быть истинные гуру настоящая шастра и вот такие садху такие садху которые отрезают ум сознание обусловлено живу что от их привязанности он должен говорить истину даже если она неприятна и скорее всего она будет неприятная для обусловленного живого существа ему не понравится что ему нужно отчет отказаться ему он не впечатлиться тем что его оказывается что она в таком падшем положении они такой великий как он там на себе нам о себе надумал так далее это будут острые резкие слова которые отрубают эту привязанность и разу если человек разумен и все-таки искренне нам постарается воспользоваться таким благом таким общением он серьезно примет это в свою жизнь вот эти слова потому что они хоть и острые но благотворные шелпада приводит пример подобно тому как хирург не в руках острый пинцет но это не для того чтобы мучить не издеваться над пациентом а для того чтобы избавить его от какого-то воспаления провести хирургическую операцию опытным был потому что он очень опытен очень искусен он режет но делает это не для того чтобы мучить а для того чтобы помочь он испытывает сострадание он очень хочет помочь но он понимает что помочь нужно будет для того только вот этим методом избавив от плохого и тогда живое существо будет чувствовать себя значительно легче вот именно такими ожидал шелпады должны быть садху в движении сознания кришны которые излагают истину и часто может оказаться эта истина будет острой и соответственно болезненной и таких людей негодяи будут не любить таких настоящих садху поэтому если человек вообразил себя нарисовал в своем уме какой-то такой розовый образ садху который всегда улыбается всегда такой вот мягким голосом говорит ладошки у него всегда вот так вот то и пытается и как сказать изображать из себя вот такого садху то он не следует тому что говорит шастра шелпады процитировал стих из одиннадцатой песни шимад бхагавата вот эти вот слова чем данте санта его хичин данте режет ук тебе и при помощи своих слов вот если преданные которые считают себя садху они это не делают и не то что нужно обидными словами резать нет имеется нужно держа в руках острый скальпель не просто исполосовать пациента чтобы просто он испытал боль нужно знать кому как что сказать но это все-таки должно отрезать от привязанности они поощряйте вот да да можно здесь материальной мире жить счастливо вот просто добавьте кришну подразумевается это так как вам хочется и где хочется вот и живите вот с этой материальной болезнью это не садху это мошенник настоящий садху видя истинную болезнь сердце живого существа что она вечный слуга кришны почему-то тут торчит материальном мире вместо того чтобы идти служить господа сделать господа удовлетворенным и самому стать довольным счастливым это болезнь это ненормальное состояние и садху испытывая сострадание к этому живому счету первую очередь что делает это избавляет его от привязанности указывает на недостойное неправильное положение в котором он находится помогая ему отказаться это добровольно потому что никто не сможет живу что на силком затащить вот эту независимость не нарушает даже кришна поэтому живое что само должно осознать боже мой действительно все я отказываюсь и вот вот эту вот стряску это понимание расставить все точки над и описать положение живого что как неправильное и неблагоприятное вот этими острыми но благотворными словами помогает садху само живое существо своими усилиями оставьте меня в покое сам разберусь никогда не сможет это сделать очень важна роль садху один из таких садху может для удачливого живого что стать гуру и живое что будет дальше продолжать идти путем духовного самосознания основы и снова ломтями отрезает своего сознания вот эти материальные привязанности таким образом духовный путь духовное продвижение является не чем-то таким вот легким времяпрепровождением собраться прокричать харибол джай попеть потанцевать повеселиться это тяжелый труд и чем серьезнее поймет преданный что это не просто тяжелый труд это ежедневный тяжелый труд это каждый день как будто бы с нуля зачастую происходит так мы прилагаем усилия чтобы сделать определенную деятельность для кришны чтобы вернуть свой ум от каких-то там размышлений нет не подобающих направить их на то на послание на слушание господи и так далее вот этим серьезным трудом предный должен заниматься понимая что это не какое-то легкое времяпрепровождение и только в этом случае виде усилия живого существа кришна может протянуть руку помощи и помочь ему по-настоящему избавиться от влияния материальной энергии сказав и все оставь это живое существо теперь он находится под моим контролем таким образом живое существо обретает милость господа обретает освобождение и дальше уже уверенно движется к его отец нам стопа ари кришна какие-то вопросы если таковы есть но может оказаться вовсе не садху он так называемые гуру нитеты сейчас в коллегу любое слово любой эпитет любой термин с легкостью наклеивается на кого угодно и на что угодно нет люди вздорные вот эта вздорность заставляет их а я хочу так я вот могу назвать это или этого вот таким-то эпитетом поэтому могут оказаться так называемая гуру которую не обладает качествами садху вот таких шелупа падая очень постоянно критиковал постоянно делал это вот этими острыми словами нелестными эпитетами для того чтобы встряхнуть сознание людей чтобы они сами отказались добровольно от привязанности к таким мошенникам это было большое проявление милости шелупа пады и он не стеснялся выражения называл их негодяями мошенниками сегодня утром мы обсуждали вот этот стих что люди которые являются подобные собакам свиньям верблюдам и ослам прославляют тех таких людей которые никогда не слушали представления кришне это очень нелестные слова когда тебя называют а свиньей ослом вот нашего группа да подробно ссылаясь на мнение ачарьев описывает почему таких людей стоит таковыми считать и человек если он действует на уровне раджа гуны он хочет поддерживать свой имидж он ему по крайней мере это встряхнет почему-то меня называют ослом а вот потому-то и потому-то я не хочу быть ослом но тогда вот и не делай вот это вот это тогда есть надежда что он перестанет это дело это 10 делается для его блага потому что папа вот такие вот мягкие морализатор ства никому не помогают человека нужно встряхнуть отдернуть вот помочь ему так сказать отцепиться и это зачастую будет болезненно потому что связь с материей очень крепко и глубоко из давних пор поэтому это уже прирос приросслуживающество к материальной энергии и соответствующим взглядом и концепциям частности в отношении себя самого поэтому до гуру который не действует как садху это не настоящий город саняться это просто обед отречения от мира саняться это знаете вот я как я школьник я хожу в школу но это не означает что я обладаю всем необходимым знанием то есть я нахожусь в определенном положении прохожу через определенную практику определенное обучение в этом статусе вот это означает я школьник я могу там тройки получать не обязательно пятерки точно также санясь это тот-то занял такое положение отречения и практикует это но это не означает что он достиг совершенства кришна говорит в начале третьей главы на карманом сама ромба амаран бхан наш кармин порушешь но ты на час они санат его сид хим сама двигать хоть и он говорит одним лишь от отказом от деятельности человек не избавляются от последствий деятельности и одно и лишь принятием саняться одним лишь вот этим отречением формальным отречением человек не достигает сид хим самадхи агачхати он не достигает совершенства иногда вот некоторых сознаниях легковесных таких предных они думают о это же с вами санясь и к нам приехал вот но он может еще допустим чего-то не знать что-то недоучительное теоретически может даже не совсем правильно понимать философию даже такой вполне может быть поэтому у санясь есть четыре стадии кутичака баху дака при врачи качаре и потом только парамахамса такой если он кутичака будет баху дака это еще очень низкий уровень только на уровне пары врачи качаре он путешествует потому что есть что сказать он путешествует и мне всем кого встречают проповедует а до этого он подтягивает свою квалификацию так вот если человек принял санясь это восемь не делаю этого совершенным на час они санады ва сид хим самадхи гачхати кришна говорит то что человек принял отречение вовсе не делают его сразу совершенным это он встал в положение в котором он может практиковать вот эту квалификацию благодаря которым он достигнет совершенства точно так же инициация на английском и нищие значит начало начать и нищие the sequence при отправке ракеты они говорят и они там тэн на и эти и так далее в обратном порядке отсчитывать начинайте отсчет и вот инициация это не значит что я инициированный предный и вот все уважайте меня теперь за что теперь ты ты должен работать работать изо всех сил вот теперь ты так сказать тебе махнули флажком на стартовый привод теперь изволь беги если ты не бежишь что ты все равно что и не получивший инициацию разница между вами никакой то есть это означает что человек оказался в определенном положении но если он там ничего серьезного не делает тогда не за что и уважать получается рассматривается не формальный статус а именно внутренняя квалификация которая доказывается соответствующим сознанием и вытекающие из этого сознания деятельности если не того если то и другое хромает и просто когда-то там удалось человеку занять какой-то вот отправной такой статус на как школьник это отправной статус инициация это отправной статус с этого начинается но как ты там движешься это уже от тебя зависит и вот если человек имеет статус но не движется то грош ему цена зачем тогда это только как сказать позоришь получаются других достойных занять допустим не барака с вами и такой-то такой-то с вами и тот и другой с вами но это вовсе не означает что этот с вами ранее вы равен тому с вами правильно хоть и так и тот с вами другой с вами это вовсе ни о чем еще не говорит люди могут быть совершенно на разных уровнях в принципе да ну и например четверо кумаров было настоящими садху они по возрасту были ну в смысле по внешнему виду были очень молодые кумары кумары это пять лет не берусь дальше тут рассуждать но так или иначе надо всегда следить искать видеть именно вот эту квалификацию сознания как сознание проявляется через что человек говорит помните как швапада с отрицательной стороны говорил на страницах бхагавадгиты человека дурака глупца невозможно распознать пока он не станет говорить но как только начинаем говорить сразу всем понятно что это глупец и точно также настоящего садху можно увидеть как только начинает проповедовать если он проповедует сознание кришны вот и шваппаду вот эти хиппи которые искали гуру оценили что это особенно и с вами же особенно святая личность очень сильно привлеклись им потому что он не пускал пыль в глаза вот этой харизмой то как доктор мишра на своей студии йоги так такие на показ клоуничал до шваппада дел проповедовал оставаясь очень смиренным и таким вот формально харизматично незаметным но при этом отстаивал интересы кришны отстаивал интересы необходимости распространять преданное служение преданное служение и действовал в этом ключе поэтому проверяется именно не статусом ни в коем случае в принципе это может быть люди любой садху может быть грехаста садху может быть шудрой в принципе это вообще нет никаких преград для этого все определяется именно сознанием которые выражаются через речь человека и через его поступки которые соответствуют предписанием шастер и более того его поступки его речь вдохновляют людей предать предаться кришне предаться кришне это подразумевает отрезать свой ум они с добровольно соглашаются отрезать суммы от материальных привязанностей вот вот это действует так настоящий садху кем он внешне является совершенно неважно еще онлайн появился вопрос если нас обманывают садху мошенники значит мы сами не искренне но это нашел баксидан сарасатит аккор описывает это явление как обманщики и обманутые и шелопада объясняет что здесь происходит когда живое существо вот в таком направлении не то что вот есть обманщики и обманутые тоже как бы жертвы такие вынуждены их обмана нет происходит как говорится если есть спрос то тут же появляется предложение иными словами если какие-то люди не возражают чтобы их обманули то есть они согласны что золото условно говоря можно купить за 3 рубля вот они почему-то наивно верят что такое тоже возможно они согласны не возражают когда им такое предложит они клюнут на это тогда будут мошенники как только создается подходящие условия соответственно появляются соответствующие личности поэтому да действительно что если кого-то обманывают вот эти так называемые мошенники садху в кавычках садху то это означает что такой человек не искренне он не возражает что его обманули либо в более редких случаях это пока что еще начинающий человек он не за не обладает знанием он находится в невежестве в этом смысле он тоже получается виноват потому что живой что сама виновата что оказалось вот таком невежестве но все же если он начинающий к нему можно проявить большее сострадание понимая потому что ну а что с него взять то с чего тоже надо начинать но если человек вроде казалось бы ему дано все необходимое знание книги у него есть и в принципе он может всегда слушать истинного саду сам лучшим из которых для нас является шивы группада его лекции сохранены и они переводятся во все просто слушает не заслушайся читая и зачитайся если тебя все равно обманывают это означает что ты тешишься какие-то свои собственные интересы тебя чаре прямо говорит делать так-то и так-то ты нет надо как-то по-другому по-другому же тоже возможно шелпада по-разному говорил начинает он выдумывать на на одну и те же темы он по-разному разные наставления давал разным преданным всякую чушь а когда их просишь сказать а приведите пример конкретную цитату где по такому-то вопросу пришел падает по-разному но они что-то вот начинают какой-то туфту говорить на так цитаты ни одно не приводит и вот они обмануты получаются они на первое место ставят выполнение своих материальных желаний удовлетворение своих материальных привязанностей и отказываясь от чистого послания но живой что нужно обязательно какое-то знание получить тогда вместо чистого послания ему в уши льют грязное послание поэтому они сами виноваты это доказательство их неискренности но по в конце концов само живое существо решает это его желание будет осаду он режет делая невыносимым нахождение с этими материальными привязанностью и живое существо испытывая вот это опостылило вот это материальное желание боль нахождение рядом с ним так далее но если вдруг она почему-то решит все равно держаться за этим несмотря на эти острые слова ну что тут можно сделать все равно это это должен быть жест со стороны живого существа отказ от вот этих вещей это должно оно принять это решение на основе развитые уже понимание реализации это не то что вот как стать да это сравнивается вот как с хирургом в конце концов живое существо подставляет себя под эти слова и раскрывает свои сознания таким образом чтобы эти острые слова доходили до глубин его сердце где находится вот эти привязанности отрезали то есть вот тут надо как стать подставлять себя образно говоря да подойти тогда они будут возьмем действия противном случае если человек не хочет он будет сопротивляться и как способ защиты такого метода сопротивления будет оскорбление садху не каждый увидев саду а по-настоящему оценит шопада приведу пример иисуса христа которого не оценили и распяли даже хотя он действовал исключительно вот эта христианская религия учит вот такой вот любви там и так далее даже может быть зачастую такой сентиментальные все прощающие но так или иначе это что-то такое даже по материальным меркам чистое светлое так далее что тут можно как можно возненавидеть такого человека и все равно нашлись личности которые не захотели потому что видели что у них утекают какие-то материальные перспективы потому что они были единственными так называем якобы духовными лидерами якобы религиозными но тут все идут не за ними теперь от них отворачиваются идут за эту личность просто борьба за паству банальная вот и когда возникает борьба за паству негодяи и мошенники которые рядятся в одежды религиозных людей начинают применять вот такие гадкие подлые методы политические какое-то вот пытаться лишить человеку какого-то имиджа злословят его адрес делают даже какие-то вот тем более неподобающие вещи вплоть даже до физические расправы потому что свои у них отсутствие квалификации чтобы на достойном на нужном уровне обосновать свою точку зрения доказать предположим что можно и так они полностью отсутствует они не контролируют свои чувства они погрязли в мае поэтому единственное чем они могут манипулировать использовать это причинить внешне физически или какой-то другой вред такой чистой личности вот допустим иисус христос и методы остаются все те же самые потому что мая одинаково действует поэтому что это было 2000 лет назад что и сейчас то же самое может происходить поэтому такие вот дела непростые но садху очень терпелив титикшива каруникам сухридам сарвабутанам аджата шатрава шантах саддавах садху бушанах украшениями саду является то что он титикшива очень терпелив каруника очень сострадателем даже если живой что и не хочет он все равно понимает что ему нужно помочь человек скажет отстань от меня но он все равно старается помочь она сказала станет тогда пеней на себя ладно не буду нет он все равно думает как бы все равно помочь же он существо живой что здесь материальном мире собрались для того чтобы вообще быть независимыми от господа вот они выразили свое желание быть независимым от господа придя сюда в материальный мир это и в них внешние доказательства что они хотят быть независимы но саду настоящая сада все равно хочет их вернуть вопреки их вот этому дурацкому желанию вот это проявление его сострадания каруника сухридам сарвабутанам он является сухридом этом высшим тип дружбы сарвабутан всем живым существам не только людям даже но и животным растениям и так далее независимо от пола от расы от происхождения всем людям помогает от жата шатра у нее нет врагов не нет врагов у него нет если его кто-то обидит он не не обижается в ответ не строит козни за спиной не там не делает так чтобы этому человеку было плохо и так далее у него нет врагов кто-то может быть по отношению к нему по своей глупости действовать как враг но он никогда никого видит никого врагами как действовал сус христос он даже молился господа прости их и по ней не ведут что делают несмотря на то что очень враждебно отнеслись к нему распяли и убили в итоге а джата шатра шантах он всегда умиротворен не приходит в гнев не возбуждается от не что-то такого плохого несправедливое так далее всегда умиротворен умиротворен в отношении негатива вещей в умертворен в отношении материально позитивных вещей он всегда умиротворен излишка мы слишком не радуются когда случится что-то хорошее не грустит когда случится что-то плохо он всегда умиротворен него и он ум не уводится не материальными бедами не материальными достижениями всегда умиротворен. Как же этот стих в Богообегите? Сукешванудвигнаманага, дукешувигатаспригага, витарагабаякрудга, стхитадгир мунир учете. Муни, который стхитадгир, который утвердился в своем сознании непоколебимым образом, он характеризуется такими качествами, как не радуется, когда случается что-то хорошее, и не грустит, когда случается что-то плохое, витарагабаякрудга, который свободен от привязанности, от страха и от гнева. Вот это стхитадгир муни описывается. Шанта. Саддхава, это однокоренной садху. Саддху, это тот, кто саддхава, в первую очередь, поэтому это однокоренные слова. Саддхава, значит, тот, кто строго следует правым предписаниям. Вот это свойство саддху. Не просто вот переодеться в саддху и отрастить бороду. Это, знаете, очень дешевый трюк. Набор одежды в Индии стоит там, в районе 500 рупий, ты нормально уже, как сказать, уже оденешься как саддху. Еще там на тиллоку 20 рупий, там вещь и так далее. Какую-нибудь палку, командау. Ну, в общем, в 1000 рупий уложишься, если уж так, нужно по полной программе переодеться. Вот такие дешевых саддху там навалом, честно говоря. Но настоящий саддхава, это саддхава, которая следует правилам и предписаниям. Строго следует правилам и предписаниям. Почему? Потому что это происходит из его эмоций. Потому что он таким образом доказывает Господу, что он его любит. Господь дал эти предписания, не просто так, как я могу отнестись безразлично к тому, что просит мой любимый Господь. Я изо всех сил буду это делать, стараюсь его удовлетворить. Вот это настроение саддху. А не то, что вот умничает на самом деле, в действительности, и понеслась какая-то ерунда, которая прямо противоречит тому, что говорит Кришна. Умничает человек начинает. Это не саддху. Кто-то, какой-то глупец будет считать его саддху, но серьезный, преданный не поддается вот этим, как сказать, шумным выкрикам. Джай тот, джай другой. В Индии очень часто прославляют таких глупцов. Они могут быть в Индии, могут быть вне Индии. Болезнь материальная одинаковая везде. Вот это вот, что означает быть садду. Это не так-то дешево. И таких садду Шалапада ожидал видеть в движении сознания Кришны. Потому что все у нас уже дано. Все инструменты для того, чтобы полностью очистить свою жизнь и достичь совершенства, которое демонстрируется проявлением возвышенных качеств, все уже есть. Шалапада все дал. И если таковых, допустим, нет, это означает, что значит, что-то человек не доделывает, не следует до конца в чем-то и так далее. Если он болтается в сознании Кришны там десятки лет, там 20, 30, 35 лет, а по-настоящему не является саддху, если вот так вот копнуть, испытать его. То есть это просто вина, его собственная вина. Он держится за какие-то свои материальные привязанности и не следует должным образом. Поэтому качество не проявляет. Вот такие лекции начинают давать как бы то, что можно стать богатыми, ради Господа же. Это же получается, что мизиально привязанность увеличивается, а в то же время в Баксе получается там... Нет, знаете, это вот как... Почему-то у людей есть такое представление, как только я добавляю вот эти слова ради Кришны или для Кришны, то значит все, что звучало перед этим, все становится авторитетным. Ведь для Кришны же. Но давайте, если мы делаем для Кришны... Ну, помните ту аналогию, которую Шалапада приводил. Если Гуру просит стакан воды, а ученик приносит ему стакан молока, то это не удовлетворит Гуру. Он принес стакан молока для Гуру, но Гуру это не нужно, он недоволен. Точно так же Кришна спросит развить в себя непривязанность к материальному, отказаться от привязанности к материальному. Но человек, наоборот, хочет накапливать богатство осознанно, якобы для Кришны. Но получится накапливать не у всех, потому что не у всех есть склонности. И кому-то придется, значит, прикладывать сверхусилия. И на фоне этих сверхусилий и занимаемого больше времени, больше сил, человеку остается меньше времени и меньше сил на предное служение. И в итоге он страдает его духовная жизнь. Духовное послание учит искреннего предного довольствоваться тем, что у него есть. Про это Шилопада постоянно говорит. Довольствоваться тем, что есть, и использовать, что есть в сознании Кришны. Если Кришна мне посылает, условно говоря, два яблока в день, значит, я предлагаю Кришне два яблока в день. Но с любовью и предностью. И если человеку, другому человеку, он посылает тысячу яблок в день, и он предлагает все тысячи яблок в день, не 999, а все тысячи, тоже, кстати, очень важный момент, ничего не оставляя себе для каких-то других нужд, то и тот, и другой будет одинаково прогрессировать. Тот с двумя яблоками, тот с тысячей яблоками. Одинаково настолько, насколько они с любовью и предностью это делают. То есть здесь вопрос качества, а не количества. Нигде не идет речи, что вот став богатым, накопив такую-то сумму денег, теперь ты, так сказать, переключился в режим преданного, дорогого Кришне. А вот не дотянул до этой суммы, ты еще, так сказать, никакой не преданный. Это какая-то глупость, какое-то нагромождение в уме человека, который свои личные привязанности, жизненные, культивируемые в течение всей своей жизни, стремление к богатству, теперь выдает это за якобы то, что хочется Кришне. И даже какую-то философию нагромождает. Берет какое-то высказывание, одиночное, у Шилаппады, которые цитируют Чанаки-пандита. А Чанаки-пандит в первую очередь был моралистом мирского уровня, в первую очередь он таким был. И вот это мирское наставление для таких благочестивых материалистов, вот этот человек раздувает, как якобы духовную трансцендентную практику, которая якобы удовлетворяет Кришну. Это означает, что он банально не читает книги. А если читает, он просто не думает, что он читает, механически читает. Иначе бы это как-то оставляло бы в сознании многократные наставления Шилаппады, Шастры. Кунти Деви молятся. Твам Акинчана Гоча Рам. Что ты, дорогой Господь, очень дорог, особенно тем, которые являются Акинчана, которые не стремятся к накоплению материальной собственности, материального богатства. Ты в первую очередь дорог вот этим Акинчанам людям. Но нет, этот человек вот думает, что нет, нужно быть материально богатым. Но пусть он живет в своей иллюзии. Но ты, пожалуйста, тогда не лезь своими грязными лапами в сознание других людей. Давайте на этой возвышенной ноте закончим. Шичатани Чаритамри Та Ки Джаи. Шилапрабхупады Ки Джаи. Самая эта гора Бхакта Вринда Ки Джаи. Нитай гора Примананды Гри Гри. Шилапрабхупады Ки Джаи.